Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ну что, там едет Эрдоган, завтра он будет встречаться с Зеленским во Львове. Ну давайте расскажу, что именно они будут обсуждать, почему мне это не нравится. Значит, ну первое такое, более технический вопрос, это вопрос по вывозу нашего зерна, беспрепятственный. Это нам выгодно, и ничего против здесь нельзя иметь, валюта нам нужна, нормально. Слава Богу, уже более полумиллиона тонн с Одессы и соседних портов вывезли, соответственно, этот же вопрос будет углубляться, расширяться. И будем надеяться, что в препятствии балкерам заходить в Одессу и в... куда они там еще заходят? В Черноморск и в Южный, и что они вывезут оттуда максимальное количество зерна, потому что нам нужно где-то складировать зерно нового урожая. Сами мы такое, даже если будет у нас население раза в четыре больше, мы все равно не съедим. Так что вот такое, тут это нормально. Второй вопрос, это более сложный. Другой Эрдоган едет договариваться к нам, надеется договориться о достижении мира дипломатическим путем. Но проблема в том, что он едет к нам после того, как он говорил с московским карликом. И вот это уже начинает настораживать. Мне это совершенно не нравится, я не хочу никакой дипломатии с карликом, я не хочу никакого пути. Путь только один, военный. Освобождение абсолютно всех территорий, занятых фашистами, начиная с 2014 года. Вот это единственный путь. Все, больше разговаривать нечего. Если они хотят дипломатического пути, значит они должны выйти из Донецкой, Луганской области, Крыма, пошли вон оттуда. И тогда будет дипломатический путь, мы будем обсуждать репарации. Все остальное это от лукавого. С одной стороны, с другой стороны, смотрите, ведь раньше Пуэлло не хотело идти ни на какие переговоры, оно чувствовало за собой силу и думало, что оно просто переломит Украину через колено. Сейчас, когда Пуэлло понял, что его вооруженная сила это просто куча дерьма, ну большая куча дерьма, воняет громко, ничего не скажешь, да, и наносит ущерб, плюется во все стороны, действительно, да, очень много их, действительно, у них много техники старой, и много вот этих алканавтов, которых они призвали, поймали, отловили и так далее, туда загнали в армию. Но все это мало без способно и способно, скажем так, гадить на весьма ограниченных участках. Посмотрите, Бахмут, под Славянском что-то пытаются, дергаются, да, и так далее. То есть, под Северском, Авдеевка, Пески. Но это все опять, сравните это с теми огромными фронтами, которые они сжали еще полгода назад, это просто уже масштаб несравним. Им жмут, жмут, за счет, они нагнали туда артиллерии, не считают снарядов, не считают этих задвухсоченных, там этих, их там нет, им плевать, сколько их там осталось, удобрять украинский чернозем, Путина это вообще не интересует. Но сил жать дальше вообще нет. Я уже молчу, там в Херсонской области, там вообще у них ситуация швах. В Запорожской области они ничего не в состоянии сделать, в Харьковской области огребают. И способны только плеваться через границу артиллерии, все, больше ничего. Под Изюмом у них ситуация опять-таки шаткая, посмотрите на это все. Соответственно, исходя из вышесказанного, Пуйло решила, что неплохо бы зафиксировать все свои, так сказать, территориальные приобретения, которые у него есть на сегодняшний день, потому что есть тенденция только к их уменьшению. Соответственно, ему нужно зафиксировать то, что на сегодняшний день. И вот именно об этом он, судя по всему, говорил с Эрдоганом. Эрдоган будет говорить Зеленским, мол, ну, ну давайте сейчас вот зафиксируем то, что есть, разойдемся, конец войне. Нет, нет, никакого конца войны. Выйдите вон из Украины. И Зеленский это знает, у нас по опросам где-то 97-98% населения хочет выхода на границы 1991 года. Все остальное не актуально, вообще не актуально. Я думаю, что Зеленский достаточно прямолинейный, прямолинейный это объяснить Эрдогану. Если они хотят, чтобы были переговоры о чем-то, кроме вывоза зерна и обмена, да, обмен пленами это актуально. Вот это да. Вот два вопроса. Гуманитарный и вывоз зерна. Все, остальное пока что оставим в покое, потому что, ну нам остальное просто-напросто не нужно. ВСУ с каждым днем становится сильнее, фашисты становятся слабее. Соответственно, а зачем нам с ними разговаривать? Это время еще не пришло. Вот как они не хотели с нами разговаривать там первое время с начала войны, да, они говорили, мы это, мы их через колено, мы их сейчас тут, мы их сейчас, мы Киев займем, ты-ты-ты. Когда под Киевом получили по морде, под Черниговым получили по зубам, в Житомирской области получили пиндюлей, в Сумской области в глаз заработали. О, разбежались оттуда везде. В Харьковской области мы быстренько освободили половину области. О, в Николаевскую область полностью практически освободили. О, тут у них уже понятие появилось уже к переговорам. А когда они поняли, что уже, ну все, дальше они ничего сделать не могут, у них появилось желание поговорить. Проблема в том, что теперь желание поговорить пропало у нас. От слова вообще пропало. Ну и теперь будем говорить, точнее, давайте так. У нас есть переговорчик официальный, он с удовольствием будет говорить с вами. Это переговорчик называется «Збройные силы Украины». Вот они с вами будут очень хорошо говорить. Я думаю, что Зеленский это очень понятно и доходчиво объяснит Эрдегану. Слава Украине! Героям слава!